После всего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил, он пошел и снял тело Иисуса. «Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес в состав из смирны и алоэ литра около ста». И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, которым еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Благословите друг друга по обычаю, наслаждайтесь миром Божьим, вы благовестники, спасающие эту эпоху. Давайте вместе унаследуем ту пустынную землю, которую Бог дал нам в наследие. Благословляю, чтобы это богослужение стало тем богослужением, через которое вы обретете совершенную силу. Благословляю также, чтобы совершенным образом сокрушились все эти силы тьмы, все те проклятия, которые могут быть в наших семейных линиях, все эти силы тьмы, которые нас могут беспокоить, чтобы мы с вами обрели действительно силу через Слово и силу во Христе. Нам с вами важно также проверить, что есть мой, какой у меня вообще план в жизни, цель жизни, на что я надеюсь. Это очень важно проверять, потому что мы с вами не просто люди, живущие на земле, мы с вами те, кто являются детьми Божьими. И нам с вами, соответственно, важно жить жизнью свидетелей Иисуса Христа. В зависимости от того, в чём цель нашей жизни, какой план в нашу жизнь и в чём надежда наша, наша жизнь будет отличаться. И так как мы с вами уже детьми являемся Божьими, то, естественно, Бог не просто так нас оставил на этой земле. У Бога есть план, у Бога есть видение в отношении нашей жизни, и этот план заключается в том, чтобы мы с вами могли вместе с Богом на этой земле совершать спасение Божье. И мы с вами также в Деянии 1 глава 8 стих сказано, что Бог призвал нас быть свидетелями. Поэтому проповедование совершается таким образом, когда мы с вами находимся на том месте, где происходит действие Божье, где Царство Божье сходит, и куда приходят благословения Божьи. Поэтому нам с вами важно получать благословение водительства Духа Святого. Наполнившись Духом Святым, мы с вами сможем быть на том месте, где будет происходить действие Божье. Дух Святой, Он пребывает уже в нас, и нам лишь необходимо получать водительство Духа Святого. И важно также помнить, что независимо от того, в какой мы ситуации находимся, какие бы проблемы ни приходили, что бы ни случилось, в каком бы положении мы ни находились, нам с вами важно помнить, что мы есть ученики, которые ученики Иисуса Христа, которые живут жизнью благовестника. Вот это должно быть нашим направлением и нашей целью жизни. Цель жизни — это благовествовать об Иисусе Христе, найти способ, как можно это передать другим людям. Поэтому если что-то иное, чем это станет направлением или целью нашей жизни, то мы в любом случае упадем, и придет состояние опустошения после того, как даже мы чего-то достигнем, если что-то другое будет целью, и мы это достигнем, то не будет состояния полноты и действительно из-за того, что мы также следуем, стараемся следовать каким-то целям, которые не связаны с Богом, не связаны с Царством Божьим, то из-за этого у нас и тревоги, мы можем обескураженными быть, отчаиваться. Поэтому наша жизнь всегда должна быть в Евангелии, в молитве и в проповедовании. А жизнь благовестника, она должна быть целью нашей жизни. И сегодняшний текст, который мы читали с вами, библейские стихи, мы прочитали о том, как Иисус умирает на кресте и также, как Он был возложен в гробнице. Нам с вами важно точно понимать, смысл смерти Иисуса. В чем была причина? Почему по-другому невозможно было, чтобы Иисус не умер? Почему нужно было, чтобы Иисус умер? И не просто умер, но нужно точно понять, что есть смысл Христа. поэтому, если мы это точно будем понимать, ту причину, по которой Иисусу, Сыну Божьему, нужно было прийти в образе человека и умереть на кресте. И Сын Божий, Он и есть Тот, Который воплотился, воплоти, это и есть Иисус. И поэтому, в зависимости от того, насколько мы понимаем, в чем проблема, духовная проблема, и, соответственно, понимаем решение, зависит и то, каким образом мы будем жить нашу жизнь, что будет нашей целью, в каком направлении мы будем двигаться. Поэтому не просто как бы заучить нам необходимо какие-то слова, не просто заучить что-то, или это, естественно, даже из-за того, что мы каждый раз слушаем что-то, это что-то в нас запечатляется, но необходимо действительно осознать, действительно размышлять причину, действительно, по которой Сыну Божьему пришлось прийти, в образе истинного человека и умереть на кресте. Во-первых, смерть Иисуса доказывает, что Иисус, Он был по-настоящему человек. И нам нужно понять, вот через это все сегодня, когда мы будем с вами рассматривать все места из Писания, что Иисус, Он был, и истинным воистину Богом, по-настоящему Богом и по-настоящему человеком. И Он и есть. Остается таковым по-настоящему Сына Божьим, но есть люди, есть гностики, есть различные группы религиозные, которые отрицают человечность Иисуса. Человечность Иисуса. Они отрицают непорочное зачатие, и, соответственно, есть те также, которые отрицают и смерть Иисуса на кресте. И отрицать человечность Иисуса, это в конечном итоге означает отрицать смерть и отрицать воскресение Иисуса на кресте, и, соответственно, также искупление, данное через них. потому что это не только сейчас в современной эпохе, это было также и во времена ранней церкви, когда люди не могли осознать или принять, потому что не понимая духовную проблему по-настоящему, они не могли также понять смысл, для чего необходимо было, то есть если Он Бог, то как Он мог умереть? и не могли осознать, для чего необходимо было Богу прийти воплоти на эту землю, для того, чтобы быть совершенным Богом и совершенным человеком. И мы с вами, как сегодня мы с вами исповедовали исповедание веры, что Он был зачат от Духа Святого, родился от Девы Марии. Если мы посмотрим 1 Иоанна 4 глава, 2 стих, что там сказано? Там говорится, что нам нужно не всякому духу верить, но испытывать, от Бога ли это Дух, потому что много лжепророков в мире, Духа Божьего мы можем узнать так. Всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. И что это означает? Если мы посмотрим также Исайя 7 глава 14 стих, это есть пророчество о том, что Бог даст знамение нам. Какое знамение? Там сказано, что «И Дева в очреве примет и родит сына и нарекут имя ему Иммануил», что значит «С нами Бог». Вот это есть то знамение, которое дал нам Бог. И Матфея 1 глава 23 стих, что нам говорит? Что есть и 22-23 стихи говорится, что произошло то, что для того, чтобы сбылось то, что было речено пророками, Богом через пророков, что «Сидево в очреве примет и родит сына и нарекут имя Иммануил». То есть вот также Иоанна 1 глава 14 стих, там говорится, что и Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истинь. Также филиппийцам 2 глава 6 стих 6 и даже дальше стихи они говорят, что объясняют нам, что Сын Божий Он пришел приняв образ слуги, приняв сделался подобным человеком, смирил себя и даже до смерти крестной. Поэтому Он стал подобным нам, то есть Он стал как человек. И поэтому 8 стих очень важно. Сказано, что Он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. То есть Он воплотился, Он принял тело человека для чего? Для того, чтобы умереть на кресте. Почему тогда Ему пришлось прийти в образе человека, в человеческом обличии и умереть на кресте? Можно подумать, что поскольку Он Бог, то достаточно было просто сказать «Я прощаю всех вас». Зачем Ему пришлось воплощаться и умирать на кресте? Страдать? Быть презренным? И для чего это все было необходимо делать? когда мы видим те страдания, которые Иисус принял на кресте, то это были не только физические страдания, это были также и духовные страдания. И причина, почему необходимо это было все сделать, потому что нужно было решить проблему человеческого греха, смерти и также проблему духовного статуса. Грех неверия и непослушания Адама и Евы привел к смерти человека, к духовной смерти человека, к изменению, да и физической также, и изменению статуса человека в тот статус, как раб греха, раб дьявола. поэтому через Адама этот грех и смерть они перешли во всех людей, потому что все мы являемся по плоти потомками Адама, поэтому все мы находимся под властью греха, все мы рождаемся уже грешниками, мы с вами родились каждый из нас разделенными с Богом, Дух Божий не пребывал внутри нас. И вот то неверие, то что Адам и Ева они не захотели больше следовать Богу, не захотели следовать Слову Божьему, не захотели чтобы Бог был их Господом, чтобы Дух Божий пребывал в них. И поэтому с этого момента проклятие пришло в жизнь человека. Проклятие это то есть состояние, когда без Бога, состояние жизни, когда Бог не присутствует в жизни человека. И Римлянам 6 глава 17 стих там сказано, что благодарение Богу, что вы быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, когда мы предали себя. То есть мы были рабами греха. И 8 глава 44 стих Евангелия от Иоанна говорится, что мы, какой статус был наш? Дети дьявола. Поэтому эту проблему, проблему того, что мы были рабами греха, также были по сути слугами дьявола, потому что не хотя даже, даже естественно они все люди, и мы так же жили, мы не думали, что вот я буду служить дьяволу, но мы не зная того, не осознавая сами того, в своих мыслях, своими словами, своими делами, получается, служили не Богу, а служили дьяволу, потому что мы, зная, не зная, хотя, не хотя, наши мысли не всегда были добрыми, а могли быть злыми, то есть могли быть такими, которые приносят какой-то вред другим людям, и нам самим даже, и это уже зло, и это уже грех, даже в этом, в чем также, чтобы решить проблему греха, нужно было принести жертву крови, почему? Левитам, 17 глава, 11 стих, и Евреям, 9 глава, 22 стих, что сказано там? В Левитам, Левитам, 17 глава, 11 стих, там сказано, что душа, потому что душа, тело в крови, и он сказано, что «Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душ очищает», и также Евреям, 9 глава, 22 стих, там сказано, что «все по закону очищается кровью, без пролития крови не бывает прощения греха». То есть Бог дал духовный закон, который был, Бог утвердил законы, все законы еще до сотворения мира, утвердил все эти законы. И эти законы были для того, чтобы, как и любые законы, мы сейчас в нашем мире, для того, чтобы защищать человека, для того, чтобы охранять от зла и от каких-то действий других людей, которые могут нести вред или проблему нам. Поэтому, чтобы решить проблему, и вот чтобы не было такого, чтобы постоянно нужно было приносить эту жертву крови, что случилось? Это то, что Иисус на кресте решил проблему нашего греха, смерти и нашего духовного статуса, Он единым приношением Своим освободил нас от всего. Поэтому во 2 Коринфянам 5 глава 21 стихе и также Ефесянам 1 глава 7 стих. Если посмотреть Ефесянам 1 глава 7 стих, там сказано, что «В котором мы имеем искупление кровью Его, прощения грехов по богатству благодати Его». И Колоссянам также 1 глава 13-14 стихи. Там сказано, что «Благодарим Бога, который призвал нас в наследие святых, избавившего нас от власти тьмы, ввершего нас в Царствие возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощения грехов». И также 1 Петра 3 глава 18 стих. Там сказано, что «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умершвлен по плоти, но ожив Духом». И Он Иисус Христос Он для того, чтобы искупить нас. искупить нас от власти греха и смерти. И для того, чтобы снять проклятие закона, Он должен был умереть на кресте. Второе законие, второе законие, 21 глава, 23 стих, что сказано о том, что проклят всякий. Там сказано, что проклят, как бы проклят всякий, висящий на древе. Поэтому все проклятия. Почему Иисус Он остался, Он был распят на кресте, распят на древе, это может быть в форме креста, может быть просто столб. Не в этом смысл, был ли это крест действительно, как сейчас мы видим в церквях, на крышах церквей, или же это было просто дерево, это не в этом суть. Суть, что Он был распят, распят и распят на древе, на дереве, то есть, как на столбе. Поэтому, что даже, так же Галатам, 3 глава, 13 стих, там говорится, что Христос, Он искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, потому что написано проклят всяк, висящий на древе. И поэтому Иисус, Он висел на кресте, взял на Себя проклятие всех наших грехов и проклятие закона, спас нас своей смертью. Для чего это все Он сделал? Для того, чтобы нас сделать детьми Божьими, как мы говорили, для того, чтобы восстановить наш статус, статус детей Божьих. И поэтому также давайте откроем с вами, прочитаем Галатам, 4 глава, 4-6 стихи. Там сказано, что когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от Девы, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как мы уже сыны, то Бог послал в сердца нашего Духа Своего, вопивающего Ава Отче. Поэтому мы уже не рабы, не слуги, но мы дети и сонаследники Божьи через Иисуса Христа. Поэтому мы с вами приняв в своем сердце, уверовав, что Иисус это Сын Божий, что Он умер на кресте за мои грехи, что кровь Его пролилась, и кровью этой Он освободил меня от проклятия, от греха. И принимая это, мы приняли Дух Святой, и благодаря этому мы можем уже взывать к Богу Отче. И этот Дух Святой это тот Дух, о Котором говорил Иисус, когда Он обещал, что в Евангелии Иоанна 14 глава 16 стих, что Он прибудет с нами вовек. И 1 Коринфянам 3 глава 16 стих говорится, «Разве не знаете вы, что вы, Храм Божий, Дух Божий живет в вас?» Поэтому этим Духом, Духом Святым, Он благословляет нас, подкрепляет нас и помогает нам общаться с Богом. Поэтому давайте еще раз провозгласим для самих себя, что мы уже освобождены от всех проклятий, от всех грехов, все грехи нам прощены, и мы с вами являемся с вами детьми Божьими. Потому что жертва крови, совершенная через крест Иисуса Христа, и Он пришел именно для того, чтобы вот этой кровью своей нам принести вечное искупление. В Евреям 9 глава 12 стихе в Матфея 1 глава 21 стихе там было сказано, что Иисус пришел для того, чтобы искупить людей своих, народ свой, тех людей, которые последуют за Ним. И в Евреям 9 глава 12 стихе сказано, что уже одним приношением сделал, чтобы сделать совершенными искупляемых. И Евреям 10 глава 12 стихе также сказано, что Он, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел овесную Бога. Что это значит? Он один раз вошел во Святой Святых со своей кровью. Он принес эту жертву. Он принес Он приобрел уже нам вечное искупление. Вот вот это смерть Иисуса Христа, то, что Он кровью своей вошел во Святое Святых. И нам уже дано полное совершенное искупление и прощение всех грехов. и самое главное нам уже дано благословение то, что наш статус уже является Детью Божьей. Поэтому уже не нужны больше никакие приношения жертвы крови, кровное жертвоприношение. потому что уже совершенным образом через жертву, через кровь Иисуса Христа это было решено. Что нам необходимо лишь делать, если мы согрешаем в чем-то? Нужно прийти исповедать этот грех перед Богом. Для чего это нужно сделать? Для того, чтобы обрести силу от Бога. Потому что сказано, что мы когда мы приходим пред Богом, Он нас очищает и Он дает нам силу для того, чтобы мы могли с вами находясь в радости, находясь в благодарности Иисусу за то, что Он умер уже за все наши грехи, чтобы мы могли ходить в силе и чтобы через нас другие люди могли видеть, что где сила находится, в чем сила действительно. И действительно, через те стихи, которые мы с вами могли еще открыть, это Римлянам 5, глава 8 стих и также 1 Иоанна 4, 9 стих. Крест Иисуса Христа это доказательство и свидетельство любви Божией. Поэтому это нам с вами нужно помнить. И второе, что нам сегодня мы рассмотрим, это то, что смерть Иисуса это исполнение Слова. Это не просто так случилось, Бог походу что-то уже планировал. Бог это планировал видя то, что может произойти, видя то, что может случиться. Бог заранее приготовил план спасения. Поэтому Бытие 3, глава 15 стих о чем говорит? о том, что придет семя жены, которое сокрушит дьявола, сокрушит змея в голову. Поэтому может быть ошибочно можно подумать, что сатана он заблокировал служение Иисуса Христа через смерть. Но это не так. Можно было, потому что некоторые думают, что это Иисус пришел на эту землю и он должен был быть всегда на этой земле. как ученики его думали, что он мессия, то есть тот, который пришел и будет как... Но это... Они смотрели плотскими глазами на это. Поэтому то, что Иисус был распят на кресте, это не победа дьявола. Иисус, он пришел для того, чтобы умереть. Просто это могло бы быть произойти в другом, другим, под другим, другим способом. Если бы израильский народ, израильтяне, они бы осознали завет, осознали, кто такой Иисус, то было его бы смерть произошла бы другим образом, но Иисус должен был умереть. Его бы могли как... подобно тому, как в Ветхом Завете приносили в жертву агнцев. То есть не нужно было, чтобы он умер, чтобы пролилась его кровь, и он бы все равно бы третий день был... Он бы все равно был воскрес. Но просто так как иудеи, они не поняли этого, что он пришел как Христос, который должен был умереть на кресте, как Христос, который должен был решить духовную проблему. И дьявол, он также этого всего не понимал до конца. Поэтому он и стремился, чтобы убить Иисуса, потому что он думал, что он хочет находиться здесь на земле вечно. Но этим самым, этой смертью на кресте, он и победил дьявола. Потому что исход, также 3 глава, 18 стих, это тоже пророчество о том, он говорит о жертвоприношении, о том, что когда помазали косяки дверей кровью Агнца, пасхального Агнца, они совершили исход. И когда они помазали косяки дверей кровью Агнца, и день пролития этой крови, это был день, когда проклятие смерти, когда проклятие смерти было решено. Они были, они вышли из Египта, из рук фараона через кровь пасхального Агнца. И поэтому также когда мы смотрим Писание, читаем Исайя, 53 глава, с 1-12 стих, это также пророчество об Иисусе, о том слуге, который придет для того, чтобы пострадать и для того, чтобы взять на себя грехи людей. И поэтому Исайя, 53 глава, 5 стих, об этом также говорит, это исполнение пророчества. Дальше, когда мы смотрим, что Матвея, 27 глава, 62 по 66 стихи, эти стихи нам о чем показывают, что они понимали, что они помнили, что Иисус сказал, что Он воскреснет. Поэтому они охраняли гробницу, не зная, произойдет ли это или не произойдет на самом деле. Они охраняли гробницу, потому что знали, что Иисус совершил чудо и совершил чудеса и что сказано им сбывалось всегда. Поэтому 2 Тимофея, 1 глава, 10 стих, что сказано? Открывшаяся ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. И это Павел писал, что я не стыжусь благоуствования Господа и свидетельства Господа нашего Иисуса Христа о той тайне, которая была сокрыта и которая открылась явлением Иисуса Христа. И также 1 Коринфянам 15 Тагва 54 стих там также сказано, что когда тленное облечется в нетление и то, что через смерть Иисуса Христа Он Он по-настоящему победил смерть, которая должна прийти к нам. Поэтому уже мы освобождены от смерти, мы уже перешли от смерти в жизнь, нам уже дана жизнь. И Исаия также 25 глава 8 стих там также сказано, что поглощена будет смерть навеки и отрет Господь все слезы и все с лица людей его. И также евреям 2 глава 14-15 стих нам говорят о том, что Иисус Он пришел для того, чтобы лишить власти имеющего державу смерти. Поэтому Его смерть на кресте была именно для того, чтобы победить смерть. Поэтому Он и воскрес, чтобы уже совершенным образом победить смерть. И для того, чтобы мы через смерть Иисуса Христа обрели жизнь. Поэтому правильное мышление это правильное мышление это именно понимание кто есть Иисус, что есть духовная проблема и кто есть уже Я во Христе. Потому что все мы были и люди на земле, которые сейчас также рождаются из-за проблемы греха. Они рождаются под властью греха, под властью смерти, под властью дьявола также. Поэтому наша цель это помнить это, это держать это в своих мыслях и наслаждаться благословением, которое Бог нам дал. То, что мы являемся детьми Божьими. И когда Иисус, когда ученики спросили Иисуса, как нам молиться, что Иисус сказал им? Он и сказал им, как молиться, и Он им сказал, что ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его, и все остальное приложится вам. И также в деяниях, когда мы смотрим, после воскресения своего, прежде чем быть вознесенным, Он в течение сорока дней учил их о делах Царства Божьего. Поэтому наши мысли, наши молитвы, это не просто, что мы о чем-то просим Бога, Бог да это. Молитва это наши мысли каждый день. То есть, правильно сказать, молитва, наши мысли о Боге, о деле Божьем, это и есть молитва. Поэтому наша молитва должна быть 24 часа в сутки. То есть все, что мы делаем, направлено на что? Как мы говорили в начале, на то, чтобы искать плана Божьего, искать волю Божьей. Искать как мы можем проповедовать Слово. Поэтому и все обстоятельства, все люди, мы ищем о том, чтобы молиться за этих людей. Как можно передать Слово Божье этим людям? И то дело, которое я делаю, как это может послужить тому, чтобы Царство Божье распространялось на этой земле? Найти свой талант, найти свою способность для тех, кто еще не нашел, для ремнантов, для тех, кто уже работает, уже делает что-то, чтобы на своих местах действия, мы также могли выявить план Божий и волю Божью. Поэтому важно нам держаться Слово, взирать на Бога и молиться о силе, которую Бог нам дает. Бог поэтому мы с вами часто слышим о том, что есть поставить башню проповедования молитвы в наших сердцах, находиться в путешествии Завета и видеть те знамения, те знаки, которые Бог нам показывает в нашей жизни. Поэтому это все не так сложно, это все то, что мы можем с вами каждый день испытывать. И поэтому филипийцам также 1 глава 9-10 стихи прочитайте это обязательно, когда вы будете уже дома. А сейчас давайте помолимся. Вместе помолимся, чтобы мы наше направление нашей жизни, цель нашей жизни были и мы шли в нашей жизни, жили жизнью благовестников. И чтобы через смерть Иисуса Христа то спасение, которое мы получили, чтобы мы могли наслаждаться этим и чтобы каждый день жизнь Иисуса Христа в наших совершалась в нас, чтобы мы внутри Иисуса Христа наслаждались силой, наслаждались благословениями и могли действительно наслаждаться тем, что мы с вами являемся источником благословения для всех людей. Давайте размышлять над этим, давайте молиться над этим и в течение недели. не просто религиозно молиться, а действительно, чтобы ведь наши мысли, они и есть нашей молитвой. Поэтому во всем искать Царство Божие и слава Его. И тогда все остальное приложится. Иисуса Христа